Здравствуйте. Несколько сенаторов и депутатов внесли в Госдуму законопроект, по которому работу врачей будут классифицировать как медицинскую помощь вместо нынешних медицинских услуг. Наконец, сообразили, что врачей не стоит приравнивать к официантам и банщикам. Законодатели отмечают, что в последнее время участились случаи привлечения врачей по статье 238 УК РФ в выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Они предлагают перестать называть комплекс действий врачей для лечения пациента медицинской услугой, оставив этот термин только для финансовых документов. Сегодня термин «услуга» в статье 238 делает возможное распространение на медицинскую помощь. При этом речь идет о прямом умысле совершить преступление. Интересно, а врачам, которые сидят или уже отсидели за выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности, амнистия будет? А то ведь как бывает, спасает один человек жизнь другому человеку, но неудачно. Гибнет пациент. И тут уже оказывается, что врач не спасением жизни занимался, а услугу оказывал, и его услуга оказалась ненадлежащего качества. Но дело в том, что парикмахер может отказаться оказывать вам услугу. Ну, допустим, обнаружил в шее или машинка у него сломалась. А врач отказаться не может. Статью за отказ в помощи никто не отменял. И никто уже никого не интересует. Умеет он или не умеет делать ту или иную манипуляцию. Есть или нет у него необходимые лекарства. И как он сам себя при этом чувствует. Ну, может, переведут, наконец, врачей из сферы услуг, оказывающих неотложную помощь. Как пожарных или полицейских. Про помощь каналу не говорю. Кратко. Из-за пожара на Новочеркасской ГРЭС отключились высоковольтные линии Тихорецкая и Ростовская. Из эксплуатации временно выведено два энергоблока. Турецкая компания по производству ВПЛА «Байкар» намерена закончить строительство завода под Киевом. За год ежегодно планируется производить около 120 тысяч дронов. Папа Римский Франциск в воскресенье заявил, что молится за жертв терактора в Крокус-Сити-Холле. С 13 по 19 марта суммарные объемы производства бензина на российском рынке упали на 3,9% в сравнении с показателем предыдущей недели и на 5,2% относительно плана выпуска. Маск будет поддерживать Трампа. Илон Маск заявил об отказе в дальнейшем поддерживать демократов и разил мнение, что США необходима победа представителя республиканской партии на выборах президента, иначе стране придет конец. «Еще несколько лет назад я был на 100% за демократов. Сейчас я думаю, что нам нужна красная волна, иначе Америке наступит конец», – написал Маск. Выборы президента США пройдут 5 ноября. Об участии в выборах заявили действующий президент США Джо Байден и экс-президент США Дональд Трамп. Что Маск имел в виду под красной волной, не очень понятно. Но республиканцы и миллиардер Трамп, в частности, ни разу не левые. Более того, демократы традиционно считаются левее, чем республиканцы. Русский лес больше не идет в Европу. Евросоюз после введения санкций против российской древесины переключился на импорт из США и Турции. ЕС в апреле 1922 года включил эмбарго на древесину изделия из нее в пятый пункт антироссийских санкций. До этого Россия была крупнейшим поступщиком, что естественно. Всего в прошлом году Евросоюз закупил древесину и продукцию из нее на 11,5 миллиардов долларов. Крупнейшим экспортером был Китай. Сейчас трудно сказать, сколько этой китайской древесины выросло в Сибири. Второй встала Украина, сохранив продажи вблизи полутора миллиарда долларов. На самом деле это не очень хорошо для леса. Его надо постоянно прореживать, иначе он начнет гнить и гореть. То есть просто сохранить лес без вырубки не получится. Говорят, надо прекращать вывозить необработанную древесину. И тут властям ЕС даже можно сказать спасибо. Но нужно развивать собственную деревообработку и продавать не лес кругляком, а изделия из него. У нас идет война дьявола с православием. Патриарх московский всеорюсий Кирилл во время проповеди в Хрэм Христа Спасителя заявил, что агрессия НАТО против Югославии 25 лет назад была эпизодом борьбы дьявола с православием. Моего слова приводят государственные риа новости. «Очередной показательный эпизод из вечной борьбы против православной веры ее носителей, ведущейся князем мира сего», – сказал предстоятель. По его словам, главной целью НАТО было отторжение от Сергия, Косова и Метохии, колыбели сербского православия. Думаю, генералы стран НАТО были несказанно удивлены такой трактовкой их действий. Особенно генералы НАТО из православных Румынии, Болгарии и Словакии. Оказывается, Сербия пострадала за православие. А Хорватия за католицизм? А Босния за ислам? Я не думаю, что гражданин Гундяев сам искренне верит тому, что говорит. Но такая средневековая трактовка внешней политики из уст предстоятеля церкви может восприниматься и как официальная позиция Кремля, к которому и патриарх, и его приз, но и сегодня приближен даже физически. У патриарха он даже квартира в доме на набережной, в прямой видимости от Кремля. Хотя он и монах, ему вроде дорогая недвижимость не положена. Но я о трактовке. Хотелось бы заслушать хотя бы Захарова. Считают ли в Миндии Российской Федерации Югославскую войну по ходам дьявола супротив православной веры.